Музыка Образ будущей России глазами фабриота Сегодня будут выступающие говорить о нашей платформе, о разработке этой платформы, будем ее обсуждать. На данной конференции будут рассматриваться вопросы и приватизации выборов, о которых так много сегодня говорят, о национализации финансовой системы и СМИ, национализации власти, национальный вопрос, который будет тоже здесь обсуждаться, будет один из основных моментов, который рассматривается, иллюстрация, и восьмой собор как политической диверсии. И мы, в общем-то, я думаю, сегодня постараемся подвести итог по нашей научно-практической конференции, чтобы на следующей уже конференции мы выдали определенный документ, который будет всем участникам сегодняшней конференции разрушен. С темой обзора национальной платформы слово предоставляется Владимиру Ивановичу Филину. Мы рассматриваем основную цель этой конференции, это проработка новой системы управления страной, смена действующей системы власти. Когда нам говорят, что у либералов есть соответствующие свои предложения, свои проекты, то нас ставят упрек, что у патриотов их нет. Мы сегодня будем еще раз обсуждать то, что у нас есть, и нашу платформу. Что мы имеем? В принципе, мы с вами уже говорили, что у нас есть разработанный проект народной конституции, который мы обсуждаем в интернете, который уже, по сути дела, готов для того, чтобы его выносить на более широкое обсуждение. Это вот такая вот еженка, в которой мы предложили новую систему управления страной. К этому проекту сейчас готовится 230 законов. Но, как вы знаете, у нас сегодня в стране 16 тысяч законов. И эти законы знать практически невозможно. То есть, когда много законов, тогда можно ловить рыбу в мутной воде. В основном, такие законы, которые сегодня производят на гора нашу Государственную Думу, они дают возможность этой власти, а я бы ее назвал режимом, достаточно жестко действовать против тех, кто выступает с теми или иными требованиями к власти или с теми или иными претензиями к власти. Несомненно, одна из основных вопросов, которые у нас стоят, это каково будет устройство государственное. Государственное устройство, которое мы предлагаем, это Россия как унитарное правовое государство. То есть, по сути дела, мы предлагаем, чтобы все регионы были равны, чтобы не было национальных республик, и чтобы соответствующим образом мы, граждане России, в каком бы регионе, в какой бы республике мы ни жили, мы чувствовали себя действительно гражданами. А все, что касается стратегических ресурсов страны, богатства страны, то, что дано Богу, должно принадлежать народу, но никак не ста с лишним человекам в нашей стране. И эти люди, которые сегодня владеют, они диктуют и политику, и диктуют ситуацию в стране. Естественно, мы на это должны ответить только одним, что должна быть проведена тотальная национализация всех стратегических ресурсов страны. Причем она должна быть проведена в кратчайшие сроки в интересах народа. Что касается, значит, общероссийского уровня. Ну, общероссийский уровень, естественно, будет правлением осуществляться президентом страны, председателем правительства России, органом законодательной власти, государственным советовым местом Государственной Думы, который будет введен. И еще одной ветви власти, которая предлагается, о которой мы уже раньше говорили, это общественным контролем, общественной палатой страны. Я бы хотел немножко остановиться на этом моменте, потому что общественный контроль у нас сегодня отсутствует. Я недавно выступал Семчиро, и он говорил о том, что в разы идет обман. Не на 10, не на 20, 30 процентов. Власть обманывает население в разы. Но некому об этом сказать. Поэтому мы должны найти возможность и заявить о том, что мы, как патриоты, должны провести национализацию и средств массовой информации, и банковской системы, и, соответственно, стратегических ресурсов страны. То, те три столпа, на которых держится власть. Финансы, информация и, соответственно, непосредственно все вопросы, связанные с силовыми и так далее. У нас сегодня грядут выборы. Как они будут выстроены, и как они сегодня будут производиться, наверное, все прекрасно понимают. То есть подготовка идет капитальная, идут праймерсы и так далее, которые заранее уже определили, кого в будущее Дума пошлют. Я бы сказал, ее народ не избирает, ее просто, так сказать, назначают. И, соответствующим образом, эта команда из артистов, эквилибристов, так сказать, наших спортсменов и так далее и тому подобное, не имеющая отношения к политике, завтра будут, опять-таки, печь те законы, по которым будет страна жить. Поэтому мы, как патриоты, просто обязаны предложить свою платформу. Мы обязаны показать стране, что мы предлагаем, и выйти своими просьбами непосредственно к народу, чтобы он все-таки проснулся, потому что ситуация настолько тяжелая, настолько сложная, что после этих выборов, которые пройдут в сентябре месяце, мы окажемся у того же разбитого корыта, у которого мы сегодня и находимся. Поэтому наша задача сегодня – разбудить народ и предложить ему ту платформу, которую мы сегодня будем обсуждать. Спасибо. Слово предоставляется Птишину Николаю Владимировичу тема депрессивизации выборов. Ни одного выступления не проходит, чтобы не коснулись выборов. Соответственно, мы должны заявить о своей программе, о своем отношении к избирательной системе и отношении к представительству. Власть защищает интересы того, кто ее назначил, и того, кто ее избрал. Давайте проанализируем, что у нас сегодня с действующей властью. Даже если следовать Ельцинской Конституции, которую мы никак не поддерживаем, в этой Конституции существует несколько лет власти. Давайте посмотрим, судебная власть. Народная она или нет? Чей интерес она представляет? Статья 128 Конституции прямо говорит, что суды избирает президент. Исполнительная власть. Исполнительная власть формирует председатель правительства. А кто избирает председателя правительства? Ельцинская Конституция в статье 111 говорит, что председателя правительства назначает президента. Но у нас остается еще одна власть. Может быть, она у нас народная, может быть, она действительно будет представлять интерес всего народа. Федеральное собрание состоит из двух палат. Совет Федерации, который формируется, но прошли изменения, половину Совета Федерации формируется из регионов, из представительных органов власти, а половину из исполнительных и представительных органов власти. Сейчас, правда, прошли изменения. Видимо, действующая власть все-таки боится, что, может быть, половина Совета Федерации вот так все объединятся и как-то выступят против действующей власти. И за счет сокращения региона, вроде бы, там ввели 10% в 17 депутатов Совета Федерации, которые напрямую назначаются президентом. Что не выборы, что не созыв Думы, там каждые два созыва, законодательство меняется. В очередной раз, вот недавно опять изменилось законодательство, и не удивлюсь, если президент, там, как фокусник, там, новые изменения ведет, там, может даже вести монархию себе назначить монарху, или Дума дружно проголосует за самороспуск, то есть это не исключено. Ну вот ради интересов партии какие? Либо зарегистрированные, либо они уже... Это все с сайта Минюста официально, это не с интернет-страничек, это вот официально с сайта Минюста. Значит, есть партия автолюбителей, есть партия курильщиков, есть партия, если я правильно произнесу, мета галактического гражданской конфедерации, значит, партия ученых, миллиардная партия, ну, в общем, весь состав. Вот вы представляете, как нормальные партии пробиться через вот больше сотни вот этих вот фриков? Сегодня членов партии, вот действующих партий, меньше трех миллионов. То есть вот такие крупные партии, там, как КПРФ, Справедливая Россия, там где-то 158 тысяч в этой партии, там 2,5 миллиона в Единой России. Причем надо понимать, что это люди там силком, там мертвые души, но даже вот если рассмотреть, что все активные партийцы, 111 миллионов у нас граждан, обладающих активным избирательным голосом, это 2,5 процента чуть больше. Вот 2,5 процента принимает решение за все население, как будет жить страна. Все очевидно. То есть даже действующее законодательство, вот казалось бы, из трех ветвей власти, одна ветвь и на одну часть может представлять народ, и этого представительства сегодня нет. Но мы с вами должны сформировать такую систему, мы должны с вами предложить формирование такой системы, которая бы представляла народ, в которой было бы, существовало бы народное представительство. Значит, первое, что, на мой взгляд, для меня очевидно, надеюсь, для вас тоже, что требуется депортизация избирателей системы. То есть партии не должны представлять. Мы должны голосовать за каждого кандидата индивидуально. Мы должны приходить и видеть в бюллетене Иванов, Петров, Сидоров, а не название партии, и понимая, кто потом по этим спискам будет в эту партию входить, будет подчиняться функционерам и будет подчиняться тем, кто эту партию финансирует. То есть мы должны избирать лично. Нормально вот избирать, то есть настоящее доверие возможно только в том случае, если вы непосредственно знакомы или каким-то образом у вас есть непосредственная информация о том кандидате, за которого вы голосуете. Соответственно, наше предложение такое, чтобы система выборов была многоступенчатая. Начитая от местных выборов, когда мы выбираем, как говорится, в шаговой доступности кандидатов, которых мы знаем по их делам, далее потом эти кандидаты, пройдя вот этап местных органов власти, выдвигаются в следующие органы власти, мы знаем их предысторию, мы знаем, что они сделали за это время, то есть никакие там выскочки быстро не смогут пройти в Государственную Думу, другие органы власти. Кроме этого, необходимо вводить цензы, то есть необходимо ограничивать участие в выборах ну там каким-то соответствующим критериям. Биография. Биография однозначно должна быть прозрачна для всех. Сменяемость. То есть депутат — это не профессия, это призвание человека, который как родине послужил, он не должен за это место держать. Вот мне, например, еще нравится, вот лично я сторонник идеи разделения, вот введение такого института как гражданства и подданства. То есть все-таки, ну, наверное, только достойные люди должны быть наделены правом избирать, но при этом кто достоин, в общем-то человек сам может, если он готов на себя принять обязательства и служить стране, то он будет гражданином, он будет участвовать в выборе. Но это гражданство, оно и требует ответственности. И повышенная ответственность за совершенные преступления, там, служба в армии, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек знает, если человеку ничего этого не надо, он хочет сытно, спокойно жить, он не хочет служить своей стране, все у него будет хорошо. Все у него будет хорошо. Но не надо вот лезть в формирование политики страны, в формирование политики государства. За тебя все сделают, и ты будешь счастлив. Сегодня многим кажется, что мы выбираем между демократией и диктатурой. На самом деле мы выбираем между либеральной диктатурой и народной диктатурой, и национальной диктатурой. Надо четко это понимать. Только первая диктатура, либеральная, она ведет к краху страны, а национальная диктатура ведет к возрождению страны и формированию народного представительства. Приветствую всех. У меня тема национализации, именно национализация финансовой системы. В принципе мы понимаем, что речь идет о безобразном направлении и откровенно предательстве как в правительстве, так и в Центробанке. По сути, экономический блок, как таковой, работает против государства, против нации, делает все для ухудшения экономической ситуации, для расширения финансово-экономического кризиса и подготовки социальных волнений вплоть до развала страны. 30 мая Голикову заполнителям подтвердило, что банки потеряли 75% от выделенных государственных средств от практически 1 триллиона рублей. При этом Голикову напомню, что деньги выдавались банкам на кредитование приоритетных отраслей экономики, но какие-то критерии, критерии целевого использования не были указаны. Объем золота валютных кризисов у нас в два раза больше объема рублей. Рубль по сепаритету покупательской способности ниже в 2,5 раза его реальной стоимости. Минетизация экономики у нас сегодня 42% от объема ВВП. В Парагвайе 46%, Папуа, Новая, Гвинея 52%, Индия 46%, Бразилия 81%, в среднем по миру 125,1%. Китай и Швейцария приблизительно по 200%, Нидерланды 230%, Японии 250%. США показывает официально в районе 70%, но на самом деле мы понимаем, что все деньги, все доллары в мире – это американские. То есть монетизация экономики – это тысячи процентов. Есть, конечно же, идиоты, но идиотами в данном случае, скорее всего, руководят предатели. Наш финальный план, который мы видим, во-первых, если не касаться принципиального изменения законодательства, это введение замкнутых финансовых конторов в рамках Государственного банка, откуда невозможно вывести средства на валютный рынок. Второе – это национализация банковской системы и кредита существующих. То есть частные банки должны быть ликвидированы. Что характерно, при условии введения первого пункта, частичная национализация банков произойдет, потому что остальные банки просто будут не в состоянии конкурировать с этой замкнутой системой. Это третий пункт – переход на деньги из Миральджа, значит, и беспроцентное кредитование. И четвертое – это создание новой международной расчетной системы в виде климатовой полоты. А пока мы живем, значит, в соответствии с заветом, который нам сказал Назарьян Дмитрий Анатольевич. Денег нет, но выдержитесь. Всем здоровья и успехов. Спасибо. Слово предоставляется Александру Кузьмичу Иванову Сухаевскому. Тема о судьбе нашего народа – национализация власти. Я вот глубоко убежден. Я имею право говорить от лица всего русского народа. От всего. Но за мной бесконечная вереница моих предков – русских, настоящих, проливавших кровь, страдавших, но бывших русскими. Если мы забудем эту нашу оригинальную русскость, которая передается нам несказанно, просто через кровь, архетипически, спонтанно, но и сознательно, когда мы культивируем наши обычаи, то мы исчезнем. Но как же нам национализировать власть? Я натолкнулся в работе над книгами на такую страшную вещь. 6 октября 1922 года. Один человек написал. Великорусскому шовинизму я объявляю боль. Не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от треплятого больного зуба, съем его всеми здоровыми зубами. Это написал Ленин. 6 октября 1922 года. А кто мы здесь? Мы великодержавные русские шовинисты. Мы можем, конечно, говорить, да нет, мы такие, мы цивилизованные, мы все в рамках, мы нет. Мы великодержавные русские шовинисты. Буквально ведь Андре Шовиньи, это был националист, французский поэт, которого, кстати, казнили, по-моему, эти антимонархисты-республиканцы. Ну и с его легкой руки пошел шовинизм. Власть должна быть великодержавной, русской и, соответственно, шовинистической. Вот, начиная с того, с Ленина, который лежит там, идет парад великодержавных шовинистов. Узвекских, таджикских, а теперь татарских, башкирских. Они все шовинисты, все. Они гордятся своей национальностью, которую выпистывали за счет русского народа. Ленин. Это он реагировал на попытки Сталина внедрить свою резолюцию по поводу создания союзного договора тогда, потому что в декабре же 1924 года они создали СССР. А почему я туда вернулся? Да потому что Сталин хотел, чтобы были как бы не самостоятельные республики, а автономные просто. Ленин назвал это сразу, грузина назвал великодержавным шовинистом и будет его грызть всеми здоровыми зубами. Так и грызут до сих пор все. Власть создает второй Советский Союз. А Советский Союз это могила русского народа. Многие, кстати, державники есть, мысли державные в КПР, они гордятся СССР, они вспоминают СССР, но это была могила русского народа. Посмотрите, ведь тогда национализм очень начинал поднимать голову русский. Ведь разговаривали на таком уровне, говорили, а почему нет коммунистической партии, русской коммунистической партии? Почему? Есть литовская коммунистическая партия, есть украинская, а вот русской нету. И русский народ тогда родил своих вождей. Это были Полосков и Гидасков. Вся сорокамиллионная интеллигенция СССР, высоколовая, читавшая толстые журналы, курившая там сырые сигареты на этих лестничных клетках, рассуждавшая о дюрон-мафии и так далее, сжала над ними, над их дурной речью, над их бескусицей, над их... И что? И русский народ оказался у разбитого карета. Полосков не стал, ни Петром Великим, ни кем не стал. И Гидасков тоже бесславно сгинул. Был уже вот такой русский национализм, а теперь снова уже создан второй СССР. Уже страна развалена. Но надо посмотреть откровенно правде в глаза. Национализация власти невозможна без тотальной власти над средствами массовой информации. Над средствами массовой информации, которые сейчас являются всем. Говорят о гибридной войне. Гибридная война это средства массовой информации. Телевидение, радио, интернет, газеты. Ну, в общем, главное это телевидение и изображение, которое теперь и в интернете. А изображение это и новости, и дурацкие ролики, и кинофильмы, и разнообразные представления и так далее. Целая араба этим занимается. И вот я представляю себе, я в кожаной куртке, с наганом, прихожу на центральное телевидение, стреляю в потолок и говорю, это уже национализация у нас будет сейчас, и вы все сейчас будете мне вещать только и только о русскости. Получится? Нет, они устроят забастовку. Что же нам делать? Мы рухнем. Сразу рухнем. Информационное загрязнение. Вот узкий круг, мы знаем все друг друга. Мы пытаемся создать организацию, нам запрещают. И только организация берет власть. Без организацию никто никогда не возьмет. Вот матрос придется и засмеется, да? Но тогда что же нам делать? Ждать, когда все рухнет. Нет у меня ответа на этот вопрос. Все декларации, все наши книги ничего не стоят перед этой алчностью, которой зародили всех. Так, начиная от маленького ребеночка и кончая великовозрастной дамой, народ разложен полностью. И вот здесь он сидит, народ. Малая толика здоровой нации. Очень легко стать на четверинки и захрюкать. Но очень тяжело стать на ноги. Проявить самодисциплину, достоинство. И верить в Бога, чтобы не бояться смерти. Только страх смерти нас держит. От того, чтобы сказать быть или не быть, и сказать быть. Только святость имеет право власти. Постараемся быть святыми. И тогда мы ее возьмем, эту власть. Я все сказал, потому что говорить можно очень много. Но я прошу вас сохранять веру в том, что все равно на нашей стороне Бог. Слава России! Слово предоставляется Андрею Николаевичу Савидову. Тема национальный вопрос. Национальный вопрос формирования современной русской нации. Русский национальный фронт, являясь коалицией национально-патриотических русских организаций, обязан объявить о своих целях и тех мерах, которые он обещает провести в случае взятия власти. Помимо очевидных и давно продуманных идей в области государственного строительства, где также появляются ценные инновации, подлежащие включению в наши целеполагания, помимо весьма непростых для нас тем экономических преобразований, нам необходим и комплекс мер, которые обычно называют социальной политикой, а мы должны называть национальной политикой. Нам нужен системный подход взаимоувязанных мер, формирующих нацию. Он возможен лишь в рамках русского национализма, который и является политической основой существования России и средством сплочения людей для целей совместного исторического творчества. Наиболее важная часть нашей платформы – это возвращение русскому народу той духовной опоры, которая всегда была у него и всегда передавалась из рода в род. Русским должно быть возвращено их национальное достояние, их исторически вызвавшее, а сейчас угнетенное и подавленное традиционное мировоззрение. Целью министерства просвещения должна быть русификация всей государственной системы, воспитание полноценного гражданина, изгнание русофобии и всякого рода имитации извращений в области культуры, искусства, литературы. Мы должны основать и породить новое русское возрождение, как было европейское возрождение. Русское возрождение должно прийти на смену очевидному упадку, в котором мы живем. Ключевой задачей национальной политики является полное очищение страны от колебеты на русскую историю, подлинно-научный подход к историческим исследованиям и к историческим фактам, которые используются для литературного и всякого прочего творчества, воздействующего на умы. Формируя общепринятое отношение к факту, мы формируем мировоззрение, об этом нельзя забывать. Реализацию мер по восстановлению духовного здоровья нации можно поручить только лишь носителям русской родовой памяти, русского мировоззрения. Подлинное понимание русского национализма позволит полноценно и счастливо жить в России и другим народам, признающим русское лидерство и действующим с русскими заодно. Всем остальным следует предоставить свободу иммиграции без права возвращения в Россию. Разумеется, совершившие преступления перед русской нацией должны будут первоначально возместить принесенный ущерб. Требования к знаниям русского языка, литературы и истории должны быть резко повышены, прежде всего для абитуентов высших учебных заведений. Мировоззренческие дисциплины должны быть возвращены в систему образования. Философия должна вновь стать общообязательным предметом при получении высшего образования, а также научных степеней. Содержание образования должно быть приведено в соответствие с русскими национальными ценностями, русским интеллектуальным и творческим наследием, интересами русского национального строительства. В области средств массовой информации должна произойти национализация и полная смена всего кадрового состава федеральных и региональных телеканалов. Должен произойти запрет на рекламу средств массовой информации, она должна остаться только в специальных изданиях и на специальных телеканалах. Введение уголовного преследования за русофобию, введение нравственной цензуры в уголовный кодекс, понятие нравственное преступление, создание общественных комитетов и контроля за СМИ, подчинение всем без исключения СМИ Министерству прозвещения, изгнание из СМИ пошлости, дезинформации, лжи и клеветы, фальсификации истории, низкопробной поп-культуры, безграмотности и картавости ведущих и комментаторов. Учреждения культуры, образования и средства массовой информации должны следовать задачи просвещения народа, повышения его культурного уровня, приобщения его к духовным богатствам, накопленным минувшими поколениями. Дух нации не может бесплотно витать над русской землей. В отличие от души, он смертен, умирает вместе с народом, а народ умирает, когда дух его сломлен и мертв. Поэтому, несмотря на приоритет духовного над материальным, нам необходимо заботиться о физическом выживании и развитии русского народа. В сфере демографии должно быть объявлено чрезвычайное положение. Его целью должно быть спасение русского народа от геноцида, вымирания, а Россия от депопуляции и дерусификации. Смысл того, что мы называем социальной политикой, состоит в обеспечении воспроизводства нации и ее развития. На период действия чрезвычайного положения большинство социальных выплат должны быть ориентированы не на индивида, а на цели преодоления демографической катастрофы государства, образующего русского большинства. Средствами выхода из состояния катастрофы должно быть уголовное преследование всех форм агитации против семьи и деторождения, включая реальные сроки заключения за пропаганду абортов. Восстановление налога на бездетность для всех совершеннолетних граждан без каких-либо исключений бесплодные семьи могут усыновлять детей, потерявших родителей. Уголовное преследование за половые извращения, насыльственное лечение педерастов и прочих девиантов в местах лишения свободы. Смертная казнь для лиц, совершивших насилие над детьми и беременными женщинами. Замена бессмысленного материнского капитала ежемесячными выплатами за каждого ребенка на семью, позволяющими одному из членов семьи не работать, воспитывая двух несовершеннолетних детей, обеспеченных всем необходимым. Именно по этой причине требуется ввести юридический статус семьи, а также семейно-родовой и соседской общины институтов, обладающих правами коллективного лица, определяемого лишь в деятельственной обраке и рождении, без всяких юридических усложнений. Реквизиция под центры материнства, санаториев и пансионатов всех форм собственности для организации в них гарантированного вынашивания рождения и воспитания ребенка до двух лет, в случае, когда семья и социальные условия не способствуют деторождению. Замена детдомов, учреждения подготовки служилого сословия, придания воспитанникам статуса государственных детей, зачисляемых на государственную службу, с соответствующим материальным обеспечением с момента поступления в соответствующее училище, и продолжающих службу по своему желанию после наступления совершеннолетия. Для сохранения русской нации от размывания миграционными потоками Россия должна быть полностью избавлена от гастарбайтеров. Все миграционные потоки должны быть обращены вспять, если они принесли в нашу страну неспособные к ассимиляции элементы, прежде всего из Азии и других более удаленных территорий. Переезд в центральные районы России и Северного Кавказа должен быть на время просто запрещен, а в обычном режиме затруднен высокими транспортными тарифами и ограничениями при приеме на работу и предоставлении жилья. Всякое противодействие государственной национальной миграционной политике должно иметь санкции в уголовном и административном праве. Миграция может быть позитивной только в случае освоения малозаселенных территорий, переезда в сельскую местность и расселения мегаполисов. Вместо социальной политики мы должны заниматься национальной политикой, даже если по привычке используем устоявшийся термин. Под справедливостью мы должны понимать принцип равное для равных, неравное для неравных. Уравнительные принципы должны касаться не только низкодоходных и не столько низкодоходных слоев населения, а прежде всего государственного управления, где должность может быть связана с обогащением. Государственные служащие и его семья обязаны жить исключительно на зарплату, лишаясь всех других форм дохода. Вся их собственность на срок службы должна поступать в управление специальной госкомпанией, доходы от деятельности которой в уравнительном порядке выплачиваются при выходе госслужащего на пенсию или в отставку в случае, если он честно выполнял свой долг. Низкодоходные слои населения должны поступить под покровительство государства с соответствующими обязанностями жить в муниципальном жилье, лечиться в государственных учреждениях здравоохранения и так далее. Как и в случае госслужбы, вся собственность патронированных слоев поступает в управление государством. Конечно же, с приоритетом использования самими собственниками, но под государственным контролем. Межэтнический мир, продуктивное сосуществование на территории России разных народов может быть обеспечено только безусловным лидерством русского народа, русификацией всей государственной и общественной жизни с предоставлением другим народам самостоятельно, без помощи государства, формировать свои общины и жизнь в них. Необходимо возвращение в паспорт гражданина Российской Федерации, включая иностранные графы национальности, а лучше этничность и техническая принадлежность, что позволит государству вести диалог не с самозванцами, имитирующими защиту того или иного народа, а с родовыми общинами, которые будут создаваться в местах компактного проживания. Нигде более. Рассматривая Россию как русское государство, мы должны требовать подчинения всех граждан России, интересам прежде всего русской нации. При этом равенство прав граждан перед законом нивелирует все негативные последствия, которые могут возникнуть в представлениях отдельных русских людей, склонных к национальной гордыне и изломдам российским фантазиям. Чтобы такого рода гордыня не возникала у представителей других народов, им необходимо ограничить общественную консолидацию, которая чаще вливается в сепаратизм. Народам, находящимся на грани вымирания, должны быть предоставлены этнографические заповедники, где их язык и культура будут сохраняться в неприкосновенности, но на образ жизни будут наложены определенные ограничения в сельготы и поддержка государства сохраняется только в рамках этнографического заповедника. Национальная политика должна исходить из того, что этнически чистые нерусские регионы – это прямое посягательство на целостность России и результат геноцида русского народа. Соответственно, государственная политика должна ликвидировать такие регионы и такие административные единицы, а управленческим кадрам дать прямое задание по русификации соответствующих территориальных единиц. Любое снижение доли русских в каком-либо районе или регионе должно приводить к глубоким кадровым переменам и расследованию деятельности чиновников. Национальный вопрос современной России – это вопрос о выживании русского народа и восстановлении им своей государственности. Без русификации России решение всех прочих вопросов государства устроительных, экономических, социальных невозможны и любые меры по реанимации России и преодолению навалившихся на всех нас техчайшего кризиса будут вести только к катастрофе. Россия будет спасена только русской властью. Спасенная Россия станет центром притяжения для всех русских людей, которые воссоединят пространство империи, вновь станут историческим народом и современной нацией, спасительницей человечества. Следующий у нас Трофимова Оксана Анатольевна, пожалуйста. Каждый человек, каждый член нашего русского общества должен начать с себя, показать пример на своей жизни, то есть можно показать своим образом жизни, как жить в будущем. Мы сейчас уже должны жить так, как мы хотим, чтобы было в будущем. Какой мы хотим видеть Россию завтра? И что меня беспокоит сейчас? Например, у нас есть такой протеерей, выраженец Львова Андрей Тхачев, который номинант Патриаршей премии 2016 года, он проповедует жаргонной лексикой, стирает точки опоры современного русского мира, уводит от культурного и исторического прошлого нас, публично оскорбляя, допустим, труды и личность Ивана Николаевича Толстого, Сергея Александровича Есенина. Это он трансформирует наше сознание. Мы не можем уже опираться на наших кумиров в литературе, на наших кумиров в музыке, в истории, в культуре. Унижает женщину и ее роль в обществе. То есть у него подтекст такой глупое, бессознательное существо. Это женщина и каково ее место, самое последнее в обществе. Происходит подмена ценностных ориентиров, смещение вектора движения народа. Дети, только готовясь к экзаменам, к ЕГЭ, узнают о том, откуда пошел русский язык, и что это такое, первая книга Ивана Федорова, печатника. И когда у нас Русь крестилась, и когда у нас происходили события, связанные с древнерусской литературой, и когда у нас в XVIII веке Ломоносов помогал Петру I делать реформы и реформировал русский язык. И вот мне хочется, чтобы мы с вами, вот как можем, давали такой посыл, чтобы мы с вами формировали образ будущей России, чтобы мы, как патриоты, в этом участвовали активно, и чтобы у всех у вас и у нас на это хватило сил. Спасибо. Учительное слово мы предоставляем Валерию Петровичу Марионову. Сегодняшняя власть – это власть экстремистов, которая пытается уничтожить русский народ, дерусифицировать все пространство, как постсоветское, так и внутри России. Образ националистов сегодняшних россиянских СМИ – это некие бандиты, которые будут всех расстреливать и изничтожать и так далее. Но об этом говорят именно те люди, которых надо, конечно, иллюстрировать. Допытия в Казахстане очень четко показывают, что террористические группы существуют, подготовлены, и вот эти теракты, подготовленные и исполненные при участии спецслужб. Каких – неважно, совершенно верно. Там могут быть и израильские службы, и саудовские спецслужбы, и российские спецслужбы. Но террористы всегда выращивают все спецслужбы. И вот этих террористов нам представляют, вернее, не нам даже, а населению, которое просматривает регулярно телевидение, прослушивает регулярно радио, которое носит сегодня откровенный этнический характер, принадлежность к определенной этнической группировке, к этнической преступной группировке, захватившей власть, пузыркирующей ее. Пытаются перевести, что не они являются экстремистами, уничтожающими русский народ, а националисты, русские националисты, которые сейчас придут, бандиты и так далее. Вот итог нашей конференции. Конференции, причем эта конференция уже очередная, она четвертая, то есть три конференции были проведены до нее, еще будет пятая, шестая, седьмая, я думаю, что остановок им не будет, даже после приходов националистов к власти, так или иначе, будут обсуждаться вопросы, насущные вопросы, касающиеся русского народа, русской нации. Сегодня мы наблюдаем также, что в национальных республиках, значит, в России выдавливают русских, и русский язык, государственный язык становится дублирующим в национальных республиках, а в Москве в государственном языке уже практически ничего не пишется. Мы видим только английские названия, без перевода, причем программы пишутся уже на английском языке, пожалуйста, вам реклама в метро, каких-то, значит, англоязычных городков, все это написано в латинице, и при поддержке правительства Москвы. То есть, ну, правительство Москвы не считает, нужно использовать русский язык в столице России, в столице российского государства, где пока еще основным большинством являются русские. Также мы подвели итог выборам, которые, значит, уже прошли, они уже состоялись, всех депутатов уже выбрали, им обозначили места, должности, распределили портфели, осталось только населению, я подчеркиваю, населению, не народу, значит, прийти на голосование для того, чтобы легитимизировать адвокационную власть. Те, кто называют себя русским, несет ответственность за Россию, за российский народ, за русскую нацию. Народ — это те, кто сегодня участвует в русских движениях, в русских национальных организациях, кто словом, делом и другими возможностями помогает русскому национальному движению. Все остальные, которые сидят в окопах, пока что население. Не будем говорить, кого больше, кого меньше. Я вот только что приехал из одного русского региона, и могу сказать, в отличие от предыдущих докладчиков, что русский народ не спит, он все понимает, особенно народ, который живет на земле, который работает руками, ему не нужна информация про курс доллара, про курс барреля нефти. Значит, они все прекрасно понимают, и им абсолютно наплевать, кто там сегодня Путин, или Греф, или еще кто-то. Они прекрасно знают, что скоро этому режиму конец, что смена власти назрела, и она произойдет в ближайшее историческое время. Безусловно. Оккупационная власть сегодня слаба, как никогда, чтобы нас не уверяли в обратном. Ничего не стоит сегодня сбросить эту власть, все это делается очень просто, но никто не хочет брать на себя ответственность за будущую пролитую кровь. Поэтому сейчас идет отчет времени, пока что кто первый прольет кровь. Как только она будет пролита, вопрос этой власти будет решен. Прийти к власти национально-патриотическим силам через какие-либо демократические, так называемые в кавычках, процедуры, конечно, не удастся. Но возникает вопрос. А как вы все-таки, русские, можете прийти к власти? Вы с такой уверенностью говорите, что вот завтра уже будет, или через какое-то время, русская власть будет обозначена русским законом, и так далее. Ну, в заключительном слое этой конференции, и, конечно, четко нельзя сказать, как мы придем к власти. Главное, что в этом есть уверенность, и можно повторить те слова, которые говорили наши выдающиеся полководцы. С нами Бог, и пути Его неисповедимы. Слава России! Слава России!